Приветствую вас дорогие мои друзья, у микрофона Хюнт вы на канале Поки Пика Проджект. Сегодня в рамках рубрики Поки Хаки мы рассмотрим игру под названием Поки Рок. Довольно хайповый рогалик по покемонам, доступный абсолютно бесплатно и в режиме онлайн. Ссылочку я как всегда оставляю в описании, заходите, пробуйте сами, регистрация максимально простая, просто придумывайте себе логин, придумывайте пароль и даже почта не нужна, этого уже предостаточно. К сожалению, неизвестно сколько эта игра проживет, потому что, ну, известный факт, что Nintendo не очень любит фанатские проекты, а уж если они довольно-таки получаются любопытные и крепкие, в какой-то момент им приходится закрыться. Но на данный момент игра работает, так что, милости прошу, заходите, будем играть вместе. Что она из себя представляет? Ну, это типичный рогалик, где нам необходимо итерация за итерацией нечто одинаковое делать. В данном случае это Поки Битвы, но как это работает, наверное, проще будет показать вживую. Выбираем режим «Новая игра» и попадаем в меню, где нам необходимо сформировать себе команду. Изначально, когда вы будете играть в первый раз, вам будут доступны только стартовые покемоны. Первого, второго, третьего, четвертого, пятого, шестого, седьмого, восьмого и девятого поколения. Далее, по мере того, как вы будете играть и ловить покемонов в рамках своих прохождений, эти покемоны будут заноситься вам вот в эту базу, и вы сможете их впоследствии брать себе в качестве стартовых. Внизу вы видите 0 из 10, вот такую вот строчку. Это вот такая вот интересная штука. У каждого покемона есть ценность. Над значком покемона над иконкой эта самая ценность написана. И когда вы формируете себе стартовую команду, эта суммарная ценность не должна превышать 10 очков. То есть я, например, могу взять себе Тортвига, Чимчара и Пиплопа, и у меня останется одно очко, которое в рамках четвертого поколения мне потратить пока не на кого. Но если я залезу в какое-нибудь другое, например, в третье, я смогу забрать Вурмпла. Например, так. Помимо непосредственно видов покемонов, обратите внимание, здесь можно увидеть, какие у них будут способности, какой будет характер и все такое прочее. Я так глубоко пока в эту игру не погружался, поэтому не могу сказать, от чего это зависит, как на это влиять. Поэтому мы, наверное, такими вещами сейчас заниматься не будем, а просто сформируем команду исходя из того, кто мне, например, нравится. Ну вот давайте возьмем из первого поколения Бульбазавра, из какого-нибудь более позднего. Ну пусть это будет, например, Собл. Ну просто из интереса, чтобы из разных поколений у нас были покемоны. Так, у нас осталось 6 очков. Можно, например, взять 6 очков, да? Можно, конечно, еще одного стартовика взять. Пусть это будет, например, ну может быть даже и Литтон, а может быть и Феникин. А пусть будет Феникин. Я его, по-моему, вообще никогда не брал. И у нас с вами одно очко свободное, которое можно занять Ну или с Энтретом, или Вурмплом. Ну Вурмпл, конечно, будет поинтереснее. Он раньше эволюционирует, поэтому будет как-то повеселее. Запускаем игру. Выбираем точку сохранения. Можно несколько слотов здесь. Я вот тут чуть-чуть за кадром играл, но давайте начнем с нуля. Так будет интереснее. Переписать ли данные? Да, переписать. Итак, у нас локация Город, как вы видите в правом верхнем углу, и первая волна. Покемоны здесь появляются волнами, и каждые несколько волн у нас появляются всякие боссы, сюжетные вставки и все такое прочее. Первая волна довольно простая. Против нас Абра второго уровня. Нам предлагают сделать замену, но я в этом никакого смысла не вижу. Бульбазавр, думаю, без особых проблем своей виноградной плетью эту самую Абру выбьет. Вообще-то надо было бы ее поймать, но, к сожалению, мне это сделать не удалось. После каждой волны у нас есть возможность выбрать один из призовых предметов, а также потратить свои деньги, которые тоже в правом верхнем углу находятся, вот у нас сейчас 1000 покер-рублей, и приобрести себе какие-то другие вещи, которые в верхнем ряду представлены. Но мы пока деньги тратить не будем, а из бесплатных предметов, например, возьмем грейтболы, потому что ловить покемонов в них куда приятнее, чем в болы обычные. Вторая волна. Лечонг. Ну, это тоже будет, я думаю, не сильно сложно. Ловить я его не вижу никакого смысла, он у нас уже пойман. Лечонг повержен, и бульбозавр продолжает подкачиваться. Новые предметы. Так, здесь у нас 5 покеболов. Икс-дефенс. Повышает защиту всех наших покемонов на один уровень на 5 битв. Кстати, неплохая идея. И люр, предмет, который на 5 битв увеличивает шанс двойных сражений. Ну, пока, думаю, двойные нам малоинтересны, а вот защиту поднять вполне себе можно. Биллспраут. Вообще, наверное, да, пожалуй, заменюсь. Только на кого? На вурмпла. Давайте на вурмпла попробуем. Его надо качать. Так, он нас бьет травяной атакой и урона, конечно же, не наносит. Он, правда, тоже наполовину ядовитый, но тем не менее. У меня отличная возможность его поймать. И нам, наверное, нужно бы уже зелье где-то вытащить, поушин, чтобы подлечить нашего вурмпла. Опа, отлично. Биллспраут пойман, он для нас первый. Хлорофилл у него. Способность. Ну, какой есть. Он добавился в базу как стартовик, и теперь в следующие заходы мы сможем его брать. Ух ты, какой интересный предмет. Экспириенс чарм. Увеличивает количество получаемого опыта на 25%. Я думаю, это круто. Надо брать. Пусть и всего лишь на одну битву, но она еще и двойная. У-у-у, прекрасно. Будем ли мы менять вурмпла? Нет, не будем вурмпл пригодиться. Да и собла, наверное, тоже оставим. Слушайте, неплохо идем. Во всяком случае, пока Граул, а у него он звуконепроницаемый, то есть снять статы не получается ему. Нам пришло уведомление, что изменение характеристик переносится между битвами, пока покемон не был отозван домой. То есть можно себе поднять статы, и поднятые статы у нас останутся. Вот. Но покемон автоматически возвращается в покебол перед тренерской битвой и перед тем, как мы переходим в новый биом. Таким образом, накачать себе плюс 6, например, к атаке и вечно с ними ходить не получится. Вот. Можно посмотреть, зажав кнопку С и кнопку В отдельные дополнительные сведения. Вот смотрите, сейчас он пробьет, и я вам покажу. Вот С зажимаем, мы видим, у кого какие характеристики. То есть я вижу, что у Каторпи минус 1 к атаке. А зажав В, я увижу, у кого какие атаки. Вот такая вот история. Удобно. Ну, Вурмпла придется менять. Он что-то плоховато себя чувствует. Я думаю, Феникина выпускаем. А тут, ну, начинать лупить. Феникин, давай. Так. Каторпи промазывает, ну и прекрасно. Я бы вообще по-хорошему их обоих поймал. А, у этого даже у Феникина сразу есть эмбер. И это круто. То есть можно сделать вот так и вот так. Раз. Каторпи мы тогда ловить не будем, мы его выжгем. Как бы это жутко не звучало. Получаем свой опыт. Ну и, наверное, еще один удар. А там уже ловить. Так. Нет, к сожалению, не поймали. Что-то я перестарался. Слишком много урона. И нам нужна хилка. Нам она выпадает. Берем поушен и используем его на Феникине. Потому что тут он прям при смерти. Одна единица здоровья осталась. И наш первый противник в виде тренера. Ты выглядишь как новичок. Давай сразимся. Джоанна хочет нас вызвать на битву. У нее два покемона. И первый из них Пучье на четвертого уровня. Феникин подлатан. У нас неплохие шансы. Виляние хвостом. Опа. Защиту ей сбили. И теперь используем скретч. Царапку. Можно было бы, конечно, и прожарить. Но если я уже защиту сбиваю, то, наверное, смысла в этом нет никакого. Так. Получаем пачку опыта. И это шестой уровень. Так. И тут же Сентред. Сентред. Ну, на один удар, думаю, меня хватит. Или даже на два. Давайте оба нанесем. Ох, чуть-чуть не хватило до седьмого уровня. Вот. Нам дают предмет. Ух ты, улучшенный предмет. Суперлюр. Поушен. Давайте потратим часть денег. Денег у нас много накопилось. За 44 купим лекарство. Потратим его на Вурмпла. Я все-таки хочу его как-то эволюционировать. А может быть, даже еще одно купим лекарство. И потратим... Ну, бесплатным заберем тоже лекарство. Вылечим нашего Феникина. Пиджи. Нам нужна замена, пожалуй, что. Но только вот на кого меняться. Подкачать бы Собла в идеале. Так. Ну и бить будем паундом. Бум. Атака песком. Это неприятно, снижает точность. И мы мажем. Слушайте, ну я его сейчас еще раз тюкну и попробую уже поймать. Кокеболы есть. Ничего страшного не будет, даже если не получится. Но мы поймали Пиджи. И теперь его не только можно брать в качестве стартера, но и забрать прямо с собой сейчас. Правда, я не вижу смысла его куда-то класть. Так. Здесь редкая конфета, которая повышает уровень на 1. Но это смех какой-то. Повышать уровень... А, он и так взялся, Пиджи. У нас был свободный слот. Я что-то забыл об этом. Так. Вылечим. И здесь у нас снова Билл Спраут. Билл Спраута будем бить через... Ну, вообще, через Пиджи было бы хорошо. Какие у него там атаки есть? Есть ли у него? Нет. У него нет летающих атак, поэтому смысла особенного в этом нет. Выпускаем Вурмпла. Мы уступаем на 1 уровень, но противник у нас неэффективными атаками бьет. Поэтому, я думаю, мы сдюжим. Хотя, как знать. Может, и не сдюжим. Так. Ну, вообще, он бьет сильно и больно. Так. Ну, тогда надо заменяться, наверное. Да и все. Феникин, давай ты. Виноградная плеть не работает. А вот зато сжечь мы его можем с уверенностью. Феникин получает 7 уровень. А Вурмпл 6. Когда у него там эволюция-то? Я думал, уже пора. Так. Нам предлагают взять приманку, редкую конфету и лайтскрин. Лайтскрин, кстати, хорошая атака. Ну, как атака? Прием. Который будет нам повышать спецзащиту, если я ничего не путаю, да? Ну, давайте тогда лучше, наверное, люр возьмем. И я вам покажу одну интересную штуку. О, Айви, первый босс. На восьмом этаже он нам встретился, условно говоря. Будем готовиться и сражаться. Выпускает Айви одного из своих двух покемонов, и это Феникин. Два Феникина друг на друга выходят. Ну, вообще, по-хорошему, я бы, наверное, заменился. Собл, давай ты. Поцарапанный Собл. Водяная пушка. Лишь бы он выдержал. Еще один тычок. Выдержи. Выдержал. Одна единица здоровья. Вау. И это было круто. Собл получает свой опыт. Феникин тоже получил столько же. И у него Старли вторым покемоном у нее. Старли, Старли. Чем же бить Старли? Не хочется жертвовать Соблом. Мне не нравится эта идея. Но, с другой стороны, у меня особой альтернативы нет. Прожигаем. Старли нам повезло. Крайне повезло, что я попал. Восьмой уровень здесь. У Собла седьмой. И это победа. Почему ты, говорит, такой сильный? Ну, потому что. Потому что я сильный и эффективный. Мы получили суперэкспириенс чарм. Экспириенс сол. Это предметы, которые будут делить нам опыт. Дальше его растаскивать. Ну, я даже не знаю, что взять. Конфета пока бестолковая на таких уровнях. А вот покеболы, пожалуй, возьму. И тут флетчлинг. Заменяться, конечно же, надо. Но вот только меняться-то мне не на кого толком. У меня все прям такое неудачно неэффективное, что ли. Будем надеяться, что Собла не выбьет. Или не меняться вообще. Без замены попробуем обойтись. Я вам перед тем, как мы дальше пойдем, покажу еще одну интересную штуку. Здесь есть такая интересная штука, как эгг гача. То есть, возможность сыграть в автомат и получить какое-то яйцо. Я об этом узнал абсолютно случайно и совсем недавно. Просто ковыряясь в меню и увидел, что у меня есть вот такой вот билетик на пять крутилок. Здесь есть повышенный шанс на шайни, повышенный шанс на карайдона. Ну, давайте карайдоновские крутим разок, попробуем. Потратили билет и выпадают яйца. Редкое и несколько обычных яиц. А как узнать, что внутри и как их вылупить? Погодите-ка. Список яиц. Вот они, яйца. И что с ними делать? Честно говоря, не знаю. Первый раз вот вспомнил об этом, решил показать. Но как с ними бодаться, я не знаю. Поэтому просто пойдем дальше. Феникина у нас, к сожалению, выносят. Мы приближаемся к нашему неминуемому поражению. Это меня очень разочаровывает, но пока, в принципе, держимся. Собол восьмой уровень. Бульбазавр немножко подотстал, по-моему, из стартовиков. Но сейчас все получают опыт, так что по чуть-чуть они дотянут. Можем взять хайпер поушен, но я бы еще потратил на ревайв. Много денег, конечно, уйдет. Видите, 520. Но деваться мне некуда. Лечим нашего Собла. И видим мышей Тандемаус. И это босс. Восьмой уровень. И у него какое-то запредельное количество здоровья. Давайте пробовать. Водяная пушка. Меньше половины сняли. Еще одна водяная пушка. Теперь половина, и у него выросла атака. А давайте-ка попробуем его в грейтбол вот в таком состоянии поймать. Нет, не поймали. Я потерял Собла. Ммм, как же глупо. Как же вышло глупо. Бульбазавр, давай ты. Можно попробовать его разочек тюкнуть. Ууу, я еще и бульбу потерял. Видимо, на этом наши приключения заканчиваются. Следующим ушел Феникин. Я теряю покемона за покемоном. Я не могу нанести даже одного удара. Это очень грустно. Вурмпл выпал. Билл Спраут выходит. Но единственное, что я могу попробовать еще раз его поймать. Но нет. По-моему, это Кирдык. Нет, он даже не близок к тому, чтобы его поймать. Очень-очень обидно. Пиджи, давай ты. Удара ты вряд ли нанесешь. Просто бросаем бол в надежде, что он отработает. И он ловит Тандемауса. На последнем шансе, ребят. Это минимальная была надежда. Придется кого-то из состава выкидывать, выпинывать. Ну, они и так уже в нокауте. Я их восстановить не смогу. Поэтому Билл Спраут домой. А вместо него идут мыши. Пиджи тем временем до седьмого уровня растет. Мы получаем экспириенс чаром, но все равно. И тут же хилится вся моя команда. Вау. А все почему, ребят? Потому что мы прошли 10 этажей. 10 этажей пройдены. Мы переходим на новый биом. Полностью реставрируем нашу команду. И максимальный уровень наших покемонов поднимается до 16. То есть теперь можно докачаться до 16. И жить немножко стало легче. Прям выдыхаем. Единственное, почему-то они у меня, конечно, какие-то недокаченные. Как-то это вот странно все. Ну, мы имеем, что имеем. Нас клюют. Мы плюемся песком. Еще немножко песка. И теперь уже замена. Можно попробовать поймать этого Спироу. Бьет он слишком метко. Для покемона, которого два раза песком зашвыривали. Ну что, рискнем. В обычный бол. Раз, два, три. Есть, попался. Спироу часть нашей команды. Нет, брать мы его не будем. С таким количеством здоровья пользы от него будет маловато. Пиджа 8 уровень. Слушайте, ну неплохо продвигаемся. Главное, Бульбазавр начал нагонять чуть-чуть. Так, и нам новые предметы на выбор. Вот это, кстати, клевая атака, которая поднимает, вернее, поджигает оппонента. И ее бы, конечно, Феникину взять было здорово. Он ее выучил. И у нас Сент-Ред. Ну, надо делать замену. Наверное, даже над Эндемаусом. Испытаем его хотя бы в бою. Чего он у нас умеет? Эхо-эхо-голос. Бабах. Ушел в оборону. Ну, оборона тебе вряд ли поможет. У меня это спецатака. А не физическая. Слушайте, можно даже и поймать. Хотя он нам и не сильно нужен. А он и не ловится. Ммм, зря. Ладно, надо добиться. Я мышей потерял. Да как же так-то, а? Ну, вот невнимательность моя. Это ужасно. Но мы их восстановим. Это не беда. Сейчас будет у нас ревайв. И мы их поднимем. Вурмпул седьмой уровень. Вурмпул эволюционирует, ребят. Это моя первая эволюция в этой игре. Хоть бы Каскун. Хоть бы Каскун. Хоть бы Каскун. Хлобысь. И у нас с вами Силкун. Не знаю, хотелось мне в этот раз Каскуна. Ну, Силкун значит Силкун. Что поделать? Выбор, как говорится, у меня тут невелик. Что дают, то и бери. Можно купить ревайв на последние деньги. Поднять Тандемауса. Но что-то, честно говоря, меня душит жаба. Которая бульбазавр. И я, пожалуй, вместо этого лучше вылечу нашего Феникина. Вот так поступим. Двойная битва с Квовит и Пайдов. Или Пидов, правильно, вообще-то. Почему я его называю Пайдов, я не знаю. Привык так. Но он Пидов. Так. Пиджи мы меняем на Собла. И у нас такая огненно-водная команда образовалась. Поджигаем с Квовита. Водяной пушкой бьем птичку. Невеличку. Но урон, конечно, какой-то наносится космический. Это много. Так быть не должно в моем понимании. Хотя мое понимание, наверное, мало имеет общего с реальностью. Поэтому и так. Так. Поджигаем второго птичку невеличку. А с Квовита... Нет, наверное, даже вот так вот. Водичкой. Зря я его тогда поджигал. Мы его ловить с вами будем. Так. Урон нанесен. Но теперь-то шанс на ловлю зато бешеный. А-а-а. Нельзя ловить, пока не повержен один из покемонов. Да, была такая схема. Я об этом позабыл. Давайте тогда так. Водяная пушка, царапка. Выпадает птица. Опыт получен. Ну, слушайте, неплохо двигаемся. На самом деле любопытная игра. И вот о чем я говорил. То есть ты партию проигрываешь, например, да? Но в игру хочется вернуться. Попробовать еще раз. Вторую, третью попытку. Меняешь состав. Ловишь новых покемонов. Открываешь новые предметы. Это, блин, круто сделано. Ну, как типичный рогалик. Затягивает именно геймплеем. То есть тут ничего на самом деле-то особенного нет. Все, к чему мы привыкли. Но все это собрано настолько хорошо. Такая вот мощная конкатенация механик, что прям вот не оторваться. И для тех, кто любит играть с мобильных устройств, дополнительный такой вот момент. Очень круто реализовано управление с телефона. То есть там появляется такой крестовина. Кнопки А, Б появляются. Очень-очень круто. Я, честно говоря, прям удивлен, что можно так здорово сделать фанатский браузерный онлайн-проект. Это прям удивило меня. Так, что можно взять? Ну, супер поушен, наверное. Пока только лечится, а там видно будет. Опять у меня отрываются два покемона. Снова дабл-битва. Леченка и Пучьена. По уровням отрываются. Ну, что поделать. Идем как идем. Водяная пушка. Эмбер. Леченка горит. Ну, вообще можно попробовать и Пучьену тогда размотать. Раз. Два. И снова уровень на этот раз для Феникина и Собла. Бульбазавр там чуть-чуть пытается догнать. Не, ну это маленький урон, я его не боюсь. Можно леченка поймать, пускай будет. Мне вот интересно, а если поймать здесь покемонов с разными характерами? Смогу ли я для стартовика, для своего, тогда этот самый характер выбирать? Опытные игроки, подскажите, как это здесь работает. И подскажите, что делать с яйцами. Потому что как бы вот яйца я в этой гаче крутанул, а как их вылуплять, неизвестно. Во всяком случае, мне это непонятно. Снова лечим покемона. Можно было пойти другим путем. Но я иду по пути наименьшего сопротивления и просто хилю, когда хилится. Зигзагун. Зигзагуна у меня в коллекции нет. Ну, что с тобой делать? Поджечь тебя сперва, да? Загорелся. Рычит на нас. Ты не рычи. Чего ты рычишь-то? И вот тоже любопытно, как делать так, чтобы состав примерно, ну, на нужных, на актуальных уровнях был. У меня только два покемона, вот, десятого уровня. При том, что противники тоже десятого. Ну, как-то, видимо, можно делать так, чтобы и остальная команда была где-то вот на этих же уровнях, сильно не отставая. Так, зигзагуна мы не берем. Феникин одиннадцатый уровень. И хочет выучить хаул. Хаул хорошая штука, он будет поднимать нам атаку. И причем не только его, но и его партнеров по команде. Ну, наверное, виляние хвостом можно уже и убрать. Вой, по-моему, хаул переводится. Если я ничего не перепутал. Ух ты! А что это такое? Это ваучер на яйцо. Плюсовой какой-то особенный. Надо брать. Однозначно надо брать. Ух ты! Пикачу в наряде. Хотеть. Моя хотеть. Я не знал, что здесь такие есть. Я хочу поймать Пикачу в наряде. Ничего себе. Игра все больше открывает каких-то необычных, непонятных вещей для меня. Честно говоря, прям любопытно. Ну что, ловить надо? Грейтбол даже не пожалею. Пикачу пойман. Добавлен как стартовик, и я его даже готов взять сюда вместо мышей. Потому что мыши у меня в нокауте. Тандемауса отправляем домой. А этот целехонький. Феникин 12 уровень. Бульбазавр 8. Иджи 9. Изучает гаст наконец-то. Это прям хорошо. И из предметов нам предлагают, например, Биг Наггет, который даст большое количество денег. Но я возьму покеболы. У меня их уже немного осталось. Сквовет. Вообще, я бы, конечно, заменился. Но замениться-то мне толком и не на кого. Ну давайте Собла попробуем. Он не сильно отстает в уровне. Водяная пушка. Меньше половины наносит. Это плохо. Это зачем же я ударил? Допустил ошибку. Потерял Собл. Немножко теряю концентрацию, ребят. Так бывает у меня от долгих забегов. Когда уже партия за партией. Так, Сквовет поднимает свою спецзащиту. И это мне совсем никак не нравится. Я предлагаю вместо того, чтобы с ним бодаться, попробовать его просто поймать. Кстати, сработало. Иногда лучший способ победить в битве, это просто битву до конца не доводить. И осуществить ловлю. Проращивание у Бульбазавра. Отличная атака. Всяком случае, на этом этапе точно. Так, ну, наверное. Наверное, вот так вот сделаем. Слушайте, ну класс. Она еще и выглядит, эта игра, довольно красиво. Уж так для браузерки точно очень хорошо. И прям здорово-здорово. Если бы битвы именно были реализованы в оригинальных Поки играх так, как они реализованы здесь. Наверное, я бы в битвах участвовал чаще. То есть, вся нужная информация выведена на экран. Ничего не напрягает, ничего не мешает. Все быстро, все красиво. Прям класс. Да, это оно. О, Янгус. Так, ну с Янгусом будет проще теперь, если он меня не ушатает первым же ударом. Не ушатал, кстати. Выкачиваем у него здоровье и тут же делаем замену на Феникина. Пусть теперь здоровье качается ему. Опа. Тут же его эмбером. На. Снова расплата. И он выносит Феникина мою основную ударную силу. Что я буду делать теперь, я пока не знаю. Но что-то явно буду. Дрейнинг из. Поцелуй в засос это переводится. Так, от пожара получаем урон. И Пикачу все-таки справляется с Янгусом. Класс. Бульбазавр 10 уровень. Подкачиваются все потихоньку, но как-то... О, яйцо! Так вот как это работает. Они просто со временем вылупляются, ребят. И у нас там торчик. Класс. Только зачем мне еще один стар... А-а-а! Вот зачем мне еще один стартовик, ребят. Смотрите, разблокирована яйцевая атака. Супер селл слэм. Теперь, когда я буду брать стартовиком торчика, мне будет эта атака для него доступна. Вот оно как. Следующее яйцо пошло, ребят. Кто там? И... Ой, я забыл как он называется. Брамблин он называется. Перекати поле. Для меня он первый, добавлен как стартер. И тут же разблокировался яйцевой прием. Класс. Следующее яйцо. Блин. У меня есть какая-то вот, наверное, тяга к этим вот азартным играм. Нездоровая. Я ее, конечно, в себе купирую. Но когда вот такие вот гачи в играх есть, остановиться довольно трудно. Клампер вылупился из яйца. Добавился нам в список стартеров с силой земли. И, наконец, последнее яйцо. Кто же там такой? Ноузбасс! Этого надо брать однозначно. Это мой друг. Особенно, когда он станет пробопасом. Это прям все однозначно. Ну, наверное, 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 наверное. Возьмем ягодку, которая 25% восстановит здоровье. Дадим ее бульбазавру. Пусть полежит. И это 19 уровень. 19 этаж. Где против нас какой-то здоровенный бедуф. Он, может быть, не такой здоровенный, как кажется. Но он выносит пикача одним ударом. Ай-яй-яй-яй-яй. Бульбазавр, давай ты. Может быть, проращивание? И мы промахиваемся. Но он уходит в оборону. Шансы еще есть. Ягоду бульбазавр съедает. Проращиваем. Бедуф пророщен. Бьет головой и выносит бульбазавра. Ребята, по-моему, мы не дойдем до 20 уровня. По-моему, на этом сейчас все закончится. Перекат. Иджи падает. И остается один силкун, который сражаться не очень-то и способен. Удар головой. И мы на 19 уровне, к сожалению, наше приключение завершаем. Неплохо. Как по мне, дошли довольно далеко. И, что самое важное, наоткрывали кучу стартовиков. Открылся, видите, Пичу. Открылся Пикачу. Кто там? Билл Спраут. Пиджи. Спироу. Ноу Спасс. И кого здесь, ребята, только нет. И вот кайф весь в том, что можно открывать новых, формировать новые команды с новыми приемами. Это совершенно бесконечный опыт. То есть можно залипать чуть ли не до посинения. Это очень-очень круто. Ребят, мне действительно игра понравилась. Как всегда, ссылку оставляю в описании. Пробуйте сами. Делитесь своими командами. Расскажите, кому из вас выпали легенды. Потому что я вижу здесь вот Реджи есть, Латиасы и прочее. И кто насколько далеко прошел, до какого уровня добрался. Ну, а я на этом с вами прощаюсь. Впереди у нас еще очень много интересного. До скорых вам встреч и редких классных покемонов. Пока-пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова